Здравствуйте, подписчики моего канала и просто любители Карта.ру. Сегодня мы будем смотреть расклад на тему мысли, чувства, намерения вашего партнера и его планы на вас. Итак, мысли, чувства, намерения. Он считает, что он сделал удачный выбор в вашем лице. Итак, смотрите, несмотря на то, что ваш партнер мощный, надежный, заботливый, внимательный, может быть, руль пароходами, заводами, банками, чем угодно, да, любит детей, душем, как маленький ребенок. С чем это может быть связано? Вообще, обращала внимание, что мужчины, которые просто, там, я не знаю, помешаны на бизнесе, там еще на чем-то, они совершенно не умеют строить отношения, да, то есть им как будто бы некогда. Или опыта нет, или 24 часа занимает работа, да, как бы отношения, это тоже определенный труд. Почему их обкручивают обычно про фурсетки? Так, у него будет очень много каких-то встреч, разговоров, он будет стараться общаться с вами, потому что вы его сильно привлекаете сексуально, у него постоянно мысли о вас, и когда он о вас думает, у него все внутри кипит, горит и поднимается, да, то есть тут такой вот момент. Ваши отношения, они не первый год, он как бы стабильно зациклен на вас, настроен на вас, постоянно о себе напоминает, маячит. Считает очень часто, что вы его как или наказание, или подарок судьбы, да, то есть вот он может и проклинать прямо где-то вас, что он не может отрезаться, как привороженный, да, он уже нагибается под вас, прогибается под вас, терпит все, что угодно от вас. Смотрите, здесь такой момент, здесь окончание какого-то этапа в ваших отношениях произошло, вы обрубили все отношения, да, и он сейчас безумно хочет с вами наладить отношения, потому что вот он завидует вашей силе, воле, вашему характеру, вашему холодному сердцу и уму, да, то есть как бы он мучается после разрыва, вы совершенно не мучаетесь, это надо как-то исправить, да, чтобы мучились вы, то есть он хочет, чтобы его любили так же, как он. Очень властный человек, очень властный, может занимать очень высокий пост. Человек наблюдает за вами, ждет и при этом безумно боится вас потерять, такой, знаете, вот на работе прямо он может быть генерал, а вот в личных отношениях самая большая корона – это каблук женщины в его голове. У него сильная платоническая любовь, поэтому он от вас не может отцепиться. Тут сумасшедшая ревность и тут желание брака и семьи. Но сейчас на данном этапе он потерял с вами вот реальный какой-то контакт. Союз, если вы выходите на связь, то это обычно, знаете, как бы обычно послан, да, вокзал, чемодан на три буквы, и как бы и тут начинаются опять у него какие-то страхи, свои собственные предчувствия, что вот он чувствует, что ему нужны только вы, что вот высшие силы ему могут подсунуть какого-то соперника, его это обижает, что выбирают не его. Его с ума сходит, там, весы его как бы одолели. Вот не может он вашу вот эту холодность пережить, ему надо растопить. Желание, чтобы вы выбрали его, оно просто настолько сильное, да, что он не спит ночами, что он сейчас вот в принципе где-то будет переломный момент, как в мировой экономике, да, и он должен будет принять вот вашу позицию. Так, смотрите. Высшие силы ему, кстати, могут показывать какие-то сны по поводу того, что может быть треугольник, да, то есть, или какая-то информация у него такая, то есть, он может какие-то получать знаки системы, а он понимает, что вы роковая любовь, роковая красотка, что он хочет с вами партнерских отношений, что он хочет с вами длительных красивых отношений, несмотря на ситуацию в мире. Он хочет отношения возродить из пепла и всё получать бумерангом, да, то есть, когда хотели что-то вы, он выёживался. Когда вы всё обрубили, у него как бы, да, полетела вот эта вот ситуация, связанная с тем, что хочу получить, не могу ничего сделать. Все его попытки в длительный период времени до вас достучаться оказались бесплодны, да, вы в один прекрасный момент закрылись, как гром среди ясного неба, и послали его далеко. То есть, он понимает, что всё это не прокатывает абсолютно. У него такая любовная тоска, которая его замучила. Он посчитает, что вы его крабиночка, у него такие иллюзии, фантазии по поводу вас, что вы родной человечек. Пока ему ничего не понятно, и он хотел бы, конечно, вот эту блокаду вашу снять. С ума сходит, мыслей много. Понимает, что вы такая сильная соперница, что вы такая звезда, яркая, интересная, что он должен подойти на задних лапках. Ну, вот как в политике, так же и в отношениях, да. То есть, кто больше любит, тот больше подстраивается. Поэтому я всегда женщине говорю, надо не любить, а надо позволять себя любить, чтобы вот для вас делалось всё. У него, смотрите, есть такой момент, что он пока сейчас как в бездействии, пока он только налаживает отношения, одевая разные маски, да, не показывая своей злости, ревности, агрессии, он вам ничего не показывает. Он как кот на задних лапках. Жаба его душит, страхи его мучают, затмение такое в голове у него, что это может быть конец. Он видит, что вы эгоистка, что вы снежная королева, что делать вы в его сторону ничего не будете. Вот вы расстались и всё, и успокоились, да, что вот вы прямо ведьма какая-то, он считает, да, что вот у вас нет ни души, ни сердца, то вы только тянете одеяло на себя и любите только себя. Так, в голове у него свадьбы, будущие дети, разговоры везде об этом ходят, что у него большая любовь и есть большие препятствия, проблемы. То есть уже близкие родственники, даже если он скрывался это время, заметили, что он ходит, как это, знаете, какой-то больной на всю голову. Смотрите, долгое время он как морочил вам голову с деньгами и молился высшим силам. Ситуация такая, что у него какие-то трудности финансовые, да, и на этой почве были огромные скандалы. А у него есть какие-то определенные обязательства, которые он не может нарушить. Скандалы были ужасные. Но он настолько их как бы полюбил, получал, видимо, адреналин, что сейчас, когда всё прекратили, ему этого сильно не хватает. Достаточно сильный, добрый, отзывчивый человек. Но здесь такой момент, что, знаете, он получает какое-то разочарование. Это разочарование связано с тем, что вы его вот как считываете насквозь. Он хотел бы обмануть, вы его выводите на чистую воду. Он хотел бы что-то с вас поиметь, вы его бортуете. Ну, то есть, да, ни одному мужчине это как бы не нравится. Но зато у вас вкусная целительская энергетика, которой ему хочется. И здесь, смотрите, здесь он такой проявляет какой-то хитрый план и хитрые у него намерения, что сейчас он пытается вам втайне какой-то отправить в подарок от всех, да. То есть, что-то он пытается. Потому что он понимает, что вот эти все ваши разговоры, они только рушат отношения. А он готов бороться за любую информацию, за любой конфликт, за любую эмоцию, лишь бы это был не игнор. То есть, игнор здесь оказался самым сильным оружием. Вы для него королева. Здесь отношения стабильные. Он в высшей силе прямо молит о том, чтобы как-то, вот, знаете, не так, может быть, сильно переживать эти чувства. Очень много работает, не спит ночами, переживает. То есть, старается сделать то, что вы хотите. И здесь, смотрите, здесь вот этот вот разрыв ваших отношений, да. То есть, когда вы отказываетесь от брака семьи, для него это просто катастрофа. Потому что вот его мечты, это как зелье для него, да. Вот это вот счастье какое-то. Хотя вы здесь оба эгоисты и проявляете себя вот как полный эгоист, который вообще никому не уступает. Высшие силы его предупреждают, что все он будет еще получать по голове 33 раза в переписке. И ничего пока не налаживается. У него страх потерять вас, потерять мечту о браке семье. Он пока терпеливо, упорно старается вас завоевать. Кстати, может обращаться к тарологам. И тарологи ему могут сказать о том, что он победит эту ситуацию, что победит любовь. Но в любом случае он безумно ревнует. То есть как бы одно дело сказали тарологи, а другое дело, что он видит как бы в реальности. Чувство жадности и чувство одержимости вас, оно его затягивает в такой водоворот событий, что это ведет к встрече вашей долгожданной, на которой вы можете опять переругаться. Он почувствует, что он к вам привязан еще больше. Что он попал в плен своей любви. И возвращается он, знаете, по причине чего. Потому что вот как бы он там не хлопал дверями, не уходил из переписки, не блокировал там какие-то периоды времени, не хватает ему вот этих эмоций. Он опять ползет в эти эмоции. Так, здесь какие-то будут такие интересные, интересные, я бы так сказала. Знаете, как события, которые будут связаны с тем, что ваше молчание его будет притягивать еще больше. То есть вот он как раз борется за то, что холодно. Не за то, что жарко и хочется погреться, а то, что холодно и хочется ему растопить. И он видит, что вот в этих отношениях, то есть по судьбе, что вы будете им манипулировать, вы будете крутить. Он злится, психует, но понимает, что это его судьба. Что вот он здесь бессилен абсолютно. Так, смотрите, ну у вас тут встреча будет. Встреча будет через какой-то период времени. По дьяволу будет одержим с вами встретиться и будет находиться перед выбором. И он поймет, что если он не сделает правильный выбор, то вас у него украдут. Да, то есть появится кто-то другой. И здесь вот эта вот ситуация, что если он будет так продолжать зеркалить вас, то он останется в результате один у разбитого корыта. И поймет, что вы императрица, что он до вас, конечно, не дорос, но будет плести в паутину, чтобы вас заполучить и сам себя ругать. Вот кому интересен такой расклад, показывайте приватный, и мы рассмотрим вашу ситуацию.